привет всем все меняется кроме моих футболок ну так получилось что мне пришлось записать два выпуска в один тот же день я принимаю душ не думаете сегодня нас гостях очередной очередной гость видите как я филигранно владею своей родной речью который вызвался говорить по-русски на самом деле предлагал говорить по-английски но вот он героически сказал нет только russian language только он но для начала представься вот всем привет спасибо за приглашение так что у меня зовут частен я иностранец я приехал сюда россию из канады но это не мой первый раз здесь уже два года прожил в санкт-петербурге и потому что мой самый любимый город ну в принципе да здесь работу работу на себя и поэтому это мне очень приятно здесь можно еще разговор его на русском изучить свой русский это самое главное потому что вообще не для меня это самое интересное но это всегда конечно языковая среда канада ведь очень напоминает где-то частями россию вот именно природа насколько я понимаю природа все говорят что ну поэтому очень много русских любит канаду потому что там климат скажем так одинаковые то есть то погода одинаковая а природа до смотря на ну то есть у вас есть сибирь у нас также есть ну с твоя канадская сибирь теста недалеко от горы там промо середины где каури такие города скажем так и ну да погода похоже аппаратуры белые ночи есть на станом севере да есть вот мы сейчас на самом севере канады находимся в петербурге у нас белые ночи есть но это в этих таких местах где никто не живет а здесь санкт-петербург все сами пожалуйста американцы очень часто впадают в осадок когда мы говорим что в принципе вы в аляске да в принципе да ну смотря на горизонтальные расположения санкт-петербурга я думаю что только один градус от аляски да это очень интересно мы очень близко от аляски находимся скажи пожалуйста вот касательно канады я понимаю что в принципе что американцы что канадцы что в принципе любые люди они живут конечно же своими проблемами они думают о своей стороне и так далее но тем не менее если мы задумаемся вот как бы ты описал образ россии в канаде вот как россию воспринимает простой канадец то есть как они думают да да если честно мы если мы начинаем с самого начала скажем так в школе мы очень мало знаем в россии это что мы знаем это обычно не очень хорошо потому что мы конечно понимаем что да мы были скажем течение времени но как второе мировое война мы были друзья как боялись вместе и так далее но потом был холодная война были наши враги да и поэтому мы с удовольствием боялись может быть просто из-за пропаганды которые мы уже и то сегодняшнего дня показывают русских в плохом виде то есть когда вы смотрите такие фирмы да в голливуде это всегда русский человек так показывая как он как будто он вообще-то не может говорить на английском или говорить таким страшным русским акцентом привет иван да борис это всегда игр борис если это девушка-то светлана такая ну так красивая на каблуках вот такие стереотипы они любят и поэтому я думаю что всегда у нас там такая менталитет такой пропаганды что в россии все очень плохо все очень страшно туда нельзя ехать но как время идет и думаю что даже скажем в последние десяти лет многие изменяете едет это пока не 90 в россии когда ну сам был гораздо хуже вроде ну после советского союза и поэтому я думаю что теперь особенно смотря на то что только что здесь был чемпионат мира изображение россии очень сильно изменяется к лучшему я думаю и поэтому как я вижу больше и больше иностранцы начинается потихоньку приехать сюда и это очень хорошо я думаю как канадцы американцы в основном смотрим на россию это я бы сказал что просто мало знают интересно но самый не особо хотел и сюда приехать а маленькая часть тех которые живут на западе хотят приехать сюда потому что все говорят ну давай я хочу в германию во франции в европу вообще-то где там культуры или может быть по южную америку где тепло но те которые именно сюда приезжают это всегда их радует очень сильно это да и поэтому мне очень рад когда я вижу как сюда приехал на странец что у него было отличное время что ему здесь очень понравилось и потом уезжает обратно домой и рассказывает всем что здесь и так плохо как показывает по фирмах скажем так вот вопрос который меня лично всегда занимает разница между португальцами и испанцами шотландцами англичанами вот чем американцы отличаются от канадцев я понимаю что тебя наверное задолбали этим вопросом мне вообще не мало обычно такие вопросы которые я получаю это зачем бросили почему откуда ну почему из канады почему замерки ну вот приехал сюда где холодно нет это в основном разницы между американцами канадцами можно сказать так мы как американцы без оружия и мы говорим совсем одинаково на то есть в английском языке мы чуть-чуть скажем несколько слов пишем как британцы но именно акценты одинаковые ну конечно если человек например живет в тихосе то есть у него такой крепкий акцент а если вы в канаде живете например в торонто в гагрии в ангуре то есть у вас был одинаковый акцент как человек в любом большом американском городе который не на юге не ну где имеет какой-то определенный собственный акцент но он также есть такие места в канаде где у нас у нас есть например в newfoundland там вообще-то нам дожило понимать о чем они говорят и но в основном не под структуры совсем похожи закон не похожи почти все одинаковые не можете отличаться канадских от американцев я бы сказал что дело более тогда находится в менталитете вот обычно вот да потому что даже когда я недавно был в америке и там был бы сиатоле и тесто человек у меня спросил на теста откуда он сначала думал чтобы я из минесота полученных там тоже из канадских акте и и сказал не не нет я только что у приказа табы в смысле ты где наша столица но такие бывает и это вот можно очень часто столкнуться с этим американцы даже не знают вот таких элементарных вещей про канаду да иногда ну конечно не все американцы тогда был бы просто стереотип но это часто бывает ну и это конечно много понятные дела потому что когда мы как нации мы смотрим все фирмы все музыку это все из америки да то есть поэтому мы все знаем даже николбэк это же нам даже стыдно что это признаться николбэк сейчас выберем дрэк да хорошо выберем дрэк из этих ну да и поэтому даже но географию нам лучше знают но смотрим на менталитете только что был в украине у меня там друг из америки который мне сказал что до того как он приехал в украину он даже не знал что эта страна существует да и поэтому в общем у нас всегда такие менталитеты что мы просто больше знаем о всем мире скажем так конечно конечно это просто стереотипе не не правда когда мы смотрим на каждого человека ну чтобы задать один конкретный пример который думал что очень это хорошо объясняет я был в сибири 2013 году зимой был с американским другом и там мы нашли место пиццы где можно пиццу покушать и мы там сидели и он сказал что самая лучшая пицца продается в америке я спросил почему он говорит потому что там вот это я не все у принимает больше всего денег в мире если это продается самое больше всего в мире я говорю ну то есть вы думаете что он например пром в италии они нигде не делали питься даже лучше на угодно но если если это не продается больше то есть не принимает больше денег то это пицца не лучше чем эта несть может самой вот он исходит из результатов продаж они зваал я Oscar пить да и вот что я пытался ему объяснить что это Это не важно, сколько именно. Может быть, только один пиццу в неделю они там проводят. Это может быть все-таки лучшая пицца. То, что мы бы сказали, было самое лучшее или самое лучшее, это никак не связано с деньгами, я думаю. Просто вот такое. Ну вот это вот действительно, я просто был в Штатах пару раз, у меня сложилось впечатление такое, но вот мне очень интересно от тебя это услышать. Мне показалось, что США это вот, это про деньги. Это вот только про деньги страна. Вот вам очень хорошие примеры, что Аклишников, то есть все знают, кто он, кто создал оружие русских Аклишников. Калашников. Калашников, да. Но он никаких денег от этого не получил. И М-16 самое популярное оружие в Америке, и человек, который его придумал, стал очень-очень богатым. Знаете, как его зовут? Я тоже не знаю. Вот именно. Вот в чем разница, да? Короче, отличное время. Да, это самый лучший пример, я думаю, потому что просто да, это то, что там было самое важное, это деньги. А никого не знаю, кто придумал М-16. Да. И насколько я понимал, все знают Калашников, да, и как его зовут, и кто он такой. Но деньги вообще-то не получил. Скажи, пожалуйста, а вот тоже я всегда интересуюсь, ну мы с тобой два белых мужика. Соответственно, нам интересен женский вопрос. Что с девушками в Канаде? Какие они? И какие они, если сравнивать с американками и если сравнивать с россиянками? Хорошо. То есть, канадские девушки, да? Канадские девушки, да. Ой, и дальше никто… Мы в России, расслабься, никто тебя тут не засудит. Вот, интересный вопрос, да. Если честно, я это даже, ну конечно, часто получал этот вопрос именно здесь, в России. И особенно от русских мужчин. И я думаю, что дело в том, что здесь мы просто всегда обсуждаем более… Ну то есть, если, например, я хожу на свидание с девушкой здесь. Мы здесь обсуждаем всегда такие культурные вопросы здесь. В России? Да. Она показывает что-нибудь. Это не значит, что здесь нет глупых девушек. Есть? Ну просто да. Ну это значит, что просто да. Такая большая разница в том, что здесь сначала не только девушки, а все люди. Но девушки именно лучше одеваются. Правда, в метро девушки всегда вот так, топ, красавчики так, ну хорошо одеваются, да. А на западе не особо. Одеваются как, ну в чем комфортно, скажем так, или удобно. И, ну там все-таки, я бы сказал, что там отношения очень быстро, как это, не продолжают, а очень быстро идут. То есть можно как познакомиться с девушкой, уже сразу, ну что-то начинается между вами. А здесь все потихоньку. То есть надо очень много встречаться, больше стыданий и так далее. И я думаю, что это из-за того, что здесь люди просто более традиционные. И поэтому это, мне было очень интересно вот это видеть такие разницы, да. С другой стороны, то, что я считал, то есть это не плюс или не минус, но то, что я считал плюс, это что здесь обычно девушки были меньше опытные. Опытные в чем? В том, что у них были меньше парней, были меньше, да, таких отношений, скажем так. На западе обычно, да, больше. Потому что, да, здесь я, может быть, познакомился с девушкой, которая мне сказала, что, да, ну, первой парень был вот такой возраст. Возраст и рост, эйдж. И возраст. Возраст. И, да, на западе все начинается пораньше. И поэтому, да, это большая разница между этими, да. А если мы будем сравнивать, канадки от американок чем-то отличаются? Не очень, то есть разницы мало, потому что это не… Как-то мы обсуждаем вот этот вопрос, ну, канадские девушки просто американских. Дело в том, что это либо американская девушка, а именно, откуда она из Америки. Потому что, если она на юге, да, из маленького города, то она меньше похожа на девушку в Нью-Йорке. И мы можем сказать, что девушка в Нью-Йорке больше похожа на девушку-ветеранту, скажем так. Ну, понятно, Нью-Йорк – это отдельный город вообще, отдельная страна, я бы даже сказал. Да. Как люди одеваются, как они вести себя, это почти одинаково. Здесь канадские и американские девушки. Если мы возвращаем обратно вопрос с русскими, то есть то, что, может быть, вам будет интересно, это, как мой друг мне сказал, что русские мужчины и западные мужчины, вот скажем так, в сравнении здесь близко. Но девушки в Америке, девушки в России здесь вот так совсем другие, ну, как полы, да, совсем на других станциях, на других сторонах. То есть очень-очень сильно отличаются друг другу. То есть мужики больше похожи, девушки совсем разные? Да. Да, точно. Понятно. Скажи, пожалуйста, тоже всегда задают вопрос, потому что тоже весьма актуален. Еда в Канаде. Что такое еда в Канаде? Что вы едите? То есть это интересный вопрос, да. Мы не очень часто говорим, что у нас есть такие традиционные булда. То есть мы едем одинаково, как американцы, опять, это как, ну, культура влияет на это, да. Ну, когда мы смотрим именно на то, что, как самые канадские, это не, скорее, это не еда, а именно, конечно, кленовый сироп. И все, что связано с этим, да. У нас очень вкусный везде кленовый сироп. А еще у нас… А куда вы его добавляете? Ну, с чем вы его едите? Да, на блины. Обычно блины, может быть, даже с яйцами иногда. И с колбасами. С колбасами? Ну, как завтрак. Завтрак. Да, завтрак. Потому что вот эти колбасы и колбасы для завтрака одинаковые, ну, не одинаковые, да, разные. То есть есть специальная колбаса для завтрака? Да, у нас breakfast sausages. А, breakfast sausages. Да, так называется. И вот этот breakfast sausages вы делаете с кленовым сиропом? Да. Интересно. Ну, когда у нас омлет, это, да, почти все одинаково, как в Америке. Ну, именно, если мы смотрим на французскую часть Канады, то есть тогда… А мы сейчас об этом отдельно поговорим, про французскую часть Канады. Хорошо. И там есть еда, называется путин, да? И всегда, да, шутится что-то, звучит как Путин. Ну, да, там есть путин, французские слова. И это картофель фри вместе со сыром и с… как это? Греви. Я не знаю, как это на русском. А, гриви, это… я понимаю, это мясо так специально приготовленное, короче, мясо с подливкой, наверное, так это себе. Да, коричневое. То есть это вот это все вместе, да. Это очень-очень плохо для респлоровы, очень вкусные, все лопят. И поэтому, да, это путин. Это, скажем, традиционное канадское блюдо. Ну, это уже скорее не блюдо, потому что, конечно, это не то, что мама тебе приготовит каждый день. Ну, да. А вот что такое традиционное канадское блюдо? Ну, вот что я имею в виду. Ну, нет таких именов. Ну, обычное блюдо. Я понимаю. Есть еще beaver tails. Beaver tails? Beaver tails, да. Бобровый хвост. Да, да. Ну, это дезерт. Это как… как это печень? Не печенька, а донат. Я понимаю, донат – это пончик. Да, пончик. И вот так прям, и мы добавляем туда сахар, и там масло, вот, и все. И это жареное. Очень вкусное. И тоже очень не полезно. Очень не полезно для здоровья, да. Так же есть. Понятно. Ну, да, смотря на то, что самые, скажем, канадские вот это. Хорошо. Вот это вот франкоязычная часть. Как она воспринимается остальными канадцами? Ну, во-первых, надо сказать, что там ужасный французский. Да. Ужасный французский. Я согласен. Такой просто отвратительный. Я не могу слушать, как они говорят по-французски. Вот. Как они воспри… как эта часть воспринимается остальной Канадой, и вообще насколько… ну, то есть, нет ли перспективы того, что они забудут в итоге свой французский и перейдут полностью на английский? Так, смотря на то, что он как англоязычная часть Канады, смотрит на фейбек, скажем так, французский язык. Да, да, да. Если честно, то есть, вот это как мнение в основном, скажем так, не особо нравится. То есть, те, которые англоязычные канадцы, не особо нравятся французские язычные. Я думаю, что это даже просто, ну, по истории, да, то есть, ну, как… Ну, понятно, исторически сложилось, да. Ну, когда они нас оставляют учиться французский язык в школе, начинается с третьего класса до девятого. Обычно, если вы живете прямо в Оттаве, то есть, это пока вы англоязычной провинцией, то есть, вонтерио, но все-таки там до конца школы обязательно учиться французский. Но, когда вы в школе и вы ходите на занятия по-французскому, никто не хочет ходить. И все думают, что, ну, как после девятого класса, вам пока не обязательно, но вы можете по выбору еще продолжаться учиться. И только те, которые, ну, мы считали либо ботаники, либо когда родители составили детей учиться французский, тогда они бы продолжались. Но если вы не ботаники, и родители вас не составили, то вы не продолжались учиться французский. Все хотели избавиться от этих занятий, потому что мы просто не поняли, зачем это нам нужно. Потому что все францы, ну, скажем, французские язычные там в Квебеке, они уже хорошо знают английский. Ну, в принципе, да, в основном. И когда я был, ну, то есть я учился именно в университете в Оттаве, и это единственный двухязычный университет в Канаде, то есть все там во первом на французском, а только во втором на английском. И это нам было даже тяжело, потому что я, да, я изучал французский язык, но не на том уровне, что я мог именно работать там. И поэтому, если вы там живете, то очень сложно даже найти хорошую работу. Они даже не приняли меня работать там в библиотеке. Да, потому что я не знал французского, скажем так. И поэтому, ну, просто из-за того, что там очень дешево, в Квебеке, то есть там, например, если страховка для машин, как для меня было где-то 130 долларов, а если в Квебеке, это может быть 40-50 долларов. Да, это гораздо подешевле там. Еще государство даже, ну, как федеральное государство, да, очень сильно поддерживает Квебеку. Как меньшинство. Да. И поэтому, как это, ну, то место, где детский, не детский сад, но когда родители ехают на работу и они отправляют маленького ребенка куда-то. Да, детский сад, да. То есть там, там Квебекские государства очень сильно поддерживают и дают деньги на это. Чтобы для каждого человека это как 7 долларов. Для каждого ребенка в день. А для нас это может быть 30 долларов. Да, в англоязычных частях. Ну, они всегда еще начинают жалеть, что, ну, там все, достаточно деньги и так далее, и государство еще дает деньги. Конечно, там очень много плюсов. Если смотрим на французский, французский язычный участок, там веселее. Потому что когда я был в Атате, мы были 20 минут от границы со французской язычной. И там очень много, как это у нас такое выражение, blue collar в Квебеке. То есть они там не настолько много зарабатывают и поэтому они просто такие, ну, более спокойные люди и с ними очень весело всегда был. А в англоязычной части, все, которые живут в Антарио, они все такие, ну, как престижные, да, и поэтому немного тяжелее общаться с ними. Поэтому я думаю, что, ну, как, конечно, всегда есть плюсы и минусы. Ну, в основном, да, конечно, просто стереотипы, есть и хорошие и плохие люди везде. Ну, да, в основном я бы сказал, что обычно в Канаде люди просто не понимают, почему они должны учиться французский язык. И не особо любят это сделать и как они напородают на нас. Ну, конечно, они больше знают английский, чем мы знаем французский, так. Понятно. Скажи, пожалуйста, тоже традиционный мой вопрос всем. Что тебе нравится и что тебе не нравится в России? Что мне нравится и не нравится в России, хорошо. Здесь мне очень нравится, как дружелюбные люди. То есть, может быть, прямо на улице человек не улыбается другому. Ну, как вы именно познакомиться с этим человеком, то есть, он очень дружелюбный, очень гостоплименательный, это очень хорошо. И здесь особенно, ну, как когда живете именно в Большом городе, как в Питере или в Москве, все доступно с метро, место очень чисто, очень быстро работает. Извините, перебью, мы тут переехали в Париж и у всех, у всех, кто был первый раз в Париже, у них был шок от парижского метро. Да. От того, насколько оно грязное, насколько оно неухоженное, неудобное и так далее. Да. Я это услышал по метро в Нью-Йорке, так же. Ну, в метро, про Нью-Йорк вообще молчу. Я был в Нью-Йорке два раза, это… Да. Просто услышал там грязное, здесь все очень чисто, ну, очень-очень легко, найдешь там мусор и так далее. Ну, вот это очень-очень важно. Еще я заметил, что именно как, вот, например, скажем так, где человек играет в шахматах на Западе, то есть, мы обычно говорим, что это для ботаников, и вот все такие хобби, у которых люди есть, немного скрываются от этого. То есть, это не связано именно с тем, я как человек. А здесь, в России, я познакомился с людьми, которые, ну, вот, у них есть такие хобби, и очень-очень сильно, это очень-очень сильно связано с тем, кто это за человек, и он хочет тебе все рассказывать об этом, хочет тебе все показывать, это очень интересно. И поэтому мне было очень интересно, что такая большая разница, потому что, например, я даже с девушкой познакомился в бане, она говорит, да, я мастер шахматов в городе, да, и начинает об этом рассказывать очень много, да, и вот так было очень интересно, потому что на Западе я никогда не познакомился с такой девушкой. который говорит шахматы. Да, ну и таких хобби, обычно ты только об этом узнаешь потом, да, но здесь это как, это один из самых сразу первых, которые они тебе скажут. Ты будешь смеяться, у меня в телефоне есть девушка, которая записана на Наташа шахматы. Да. Потому что она тоже играет шахматы. Да, вот. Ну да, это, ну, конечно, здесь просто популярно очень, да, но да, я был очень удивлен здесь видеть, насколько именно девушки работают в таких, как график дизайнеры, инженеры, все, что связано с компьютерами и с математикой, а на Западе очень более редко, я бы сказал, бывает, там большинство мужчин, конечно, может быть, здесь еще большинство мужчин, но просто, да, очень много. Нет, у нас вот IT-агентство, у нас очень много делаешь. Очень. Да. Очень интересно. Хорошо. Что тебе не нравится в России? Не нравится. Иногда просто инфраструктура. Ну, то есть, конечно, мы еще обсужаем метро, это мне нравится, но, например, едешь на машине, там, может быть, дорога сломана. И я такой человек, который очень легко, ну, как более, когда в машине очень много движения будет. Ну, вот это иногда, например. Или просто, когда ты хочешь что-то делать, но более серьезным, всегда есть очень много бумажной работы. Да, такое есть. Да, мой друг, мой человек, мой друг только что мне сказал, как он собрался, хотел открыть новый банк, аккаунт. И не было так легко просто, ну, как перевести все деньги с одного аккаунта в одном банке в другой. Он должен вот эти все деньги принимать, как наличный вариант, и вот переносить туда. и делать такие, ну, тебе нужен вот такие переводы паспорта, но это должен быть от этого аккаунта, чтобы там код правильный будет и все, и так далее. Это называется, конечно, бюрократией. Да, да, бюрократией. Много говорят, что… Вот это, что мне особо не нравится, но с другой стороны, потому что, конечно, у каждой страны есть плюсы и минусы, а здесь можно… я чувствую себя более свободным каждый день. Но когда мы смотрим на то, как я именно хожу по улице, то есть человек может приехать и парковать машину где угодно. А когда я был в Канаде, там я подъехал, ну, то есть посетил подругу, ехал туда на машине. И там у него была парковка рядом с домом, и она передала мне такую, ну, картку, которую должен висеть именно в машине. Она сказала, что именно надо носить его на вот, как это, зеркало там, чтобы смотреть назад, то есть вот туда. А нельзя просто на дашборд, там нельзя. В смысле, почему? Она говорит, ну, вот, потому что по правилам, если ты именно туда носишь, то они штрафуют тебе. В смысле, ну. То есть у нас так много-много таких правил. И поэтому мне очень нравится, что ты можешь просто спускаться в метро, и там люди играют прямо в метро иногда, на музыкальных инструментах, даже очень хорошо. Это можно видеть, это очень круто. С другой стороны, это запрещено на западе, то есть ты должен либо купить какое-то разрешение это сделать. Ну, поэтому там просто больше контролируют. Это очень странно, понимаешь? У нас очень часто говорят, что запад, он более демократичный, более свободный. Очень многие иностранцы, которые приезжают сюда, говорят, у вас свободы гораздо больше. Да. Вот что я имею в виду, что когда я смотрю на, как обычный день здесь, но когда мы смотрим на уровне, как, скажем, будут ли у меня деньги, когда я выйду на пенсию или что-то. Ну, вот такие более правительство, вот такие вопросы, которые окружают нас в жизни, тогда, да, более свободно чувствуют там. Ну, да. То есть на бытовом уровне ты здесь чувствуешь более свободно, на уровне там общественном, политическом? Да, да. Вот скажем так, да. Это очень хорошее сравнение тоже. Слушай, ну, спасибо большое за такой подробный, интересный рассказ. Спасибо за приглашение. Да. Ну что, дорогие друзья, вас по традиции ждет еще пару анонсов, и, собственно, после этого уже мы с вами распрощаемся. Тем не менее, оставляйте ваши комментарии вот там и еще пока пару минут вашему вниманию. 17 ноября в Петербурге в 15.00 состоится лекция на очень неудобную тему «Горький против большевиков». Я уже читал ее в Нижнем Новгороде, повторю в Петербурге и запишу. А в том же самом Нижнем Новгороде 24 ноября, где я окажусь совершенно неожиданно по другому поводу, в 13.00 я проведу еще одну экскурсию, где мы поговорим про не очень трезвого Чекалова, возможно, не очень трезвого Александра Дюма Старшего, про купца Дмитрия Сироткина, Бонч Бурьевича, братьев Ясниных, скульптора Пикушиной «Проклятый рот» и, в общем, все, что там есть. И «Шила в одном месте» не дает мне не провести еще одну экскурсию в Москве 25 ноября. Мы поговорим про начало революции в Москве 1905 года, наконец дойдем до типографии Сытина, которая, правда, сейчас находится на реконструкции. Расскажу про землячку и красный террор, ну и весь остаток про Замоскворечь в конце улиц Пятницкой и Большой Ордынке, куда я ни разу так и не дошел за все эти годы. Ссылки на все встречи есть в описании под этим видео, и также хочу сказать, что есть еще пара мест на группу в Париж, который отправляется 21 января. Если вам интересно, пишите мне ВКонтакте либо на электронный адрес, который указан точно так же в описании под этим видео. Вышли все подробности.